В частности, людей волновала возросшая оплата за вывоз мусора. Глава города разъяснил собравшимся, из чего складывается тариф. В связи с ростом населения, развитием производства, в Сочи появилась необходимость актуализировать нормы накопления ТБО. Этот показатель просчитали специалисты Академии коммунального хозяйства имени Памфилова. Активистов интересовало, каким именно образом проводилась эта работа. Специалисты института провели на курорте в различных районах в общей сложности три месяца. Они измеряли показатели отходов. Со всеми заключениями организации можно ознакомиться в администрации города. В дальнейшем услуги САХа могут и удешевиться. Обещают завершить строительство полигонов в Белореченске к концу этого года. Тогда у нас сумма затрат может быть ниже. Почему? Потому что мы тогда начнем вывоз бытовых отходов не автомобильным транспортом, который дороже, а железнодорожным транспортом. И полигон Белореченский будет для нас дешевле. Пока же пожилым людям, чья пенсия не превышает 10 086 рублей, оказывается материальная помощь в 840 рублей. Эти деньги они могут направить по своему усмотрению, в том числе и компенсировать разницу возросшей платы за вывоз мусора. Также глава Сочи напомнил, что сейчас значительно улучшились показатели качества воздуха и морской воды, были построены очистные сооружения. Сейчас идет активная работа в сфере водоотведения. Сейчас могу сказать, что огромное количество работы это сделано. Мы выявили 11 тысяч с хвостиком незаконных подключений. На данный момент мы где-то больше половины, это 60%, смотивировали людей к тому, что они подключились. Самая главная удача, что ли, или все-таки наша работа, это что многоэтажные жилые дома, а их 48, по-моему, многоэтажные, они прекратили сбрасывать фекалии свои в нашу ливневку. Глава предложил коммунистам создать свою рабочую группу и в дальнейшем ввести свой народный контроль в сфере ЖКХ. Если вы создадите в составе нашего народного контроля секцию по контролю за спецавтохозяйством, я буду вам только благодарен. Если вы создадите секцию по контролю за Кубань-энергосбытом, я тоже буду вам благодарен. Это будет не просто постановка вопросов никуда, а помощь и самим себе, и администрации. Кстати, группы народного контроля, созданные по поручению мэра Сочи, уже ведут мониторинг цен на лекарства и продовольствия. Создать еще одно общественное отделение было также предложено в сфере транспорта. По словам собравшихся, пенсионеры нередко сталкиваются с хамством водителей. Защитить их призваны видеокамеры, которые сегодня есть в каждом автобусе. Если такой случай произошел, нужно записывать номер машины и звонить на горячую линию департамента транспорта. Если водитель нарушен, во-первых, он снимается с маршрута, второе наказание, он штрафуется, реальный штраф он гладит, ну и последнее наказание увольняется с работы. На этой комиссии сидят все директора транспортных предприятий и перевозчиков законных. Никто из этих директоров, больше этого водителя, на работу не возьмет. Они это прекрасно знают. В целом, отметили на встречу, курорт продолжает вести политику социальной поддержки жителей. К примеру, Сочи – единственный город в Краснодарском крае, где уже 9 лет действует решение городского собрания, по которому 16 категориям граждан оказывается дополнительная поддержка и помощь. Кроме того, только в Сочи пенсионеры освобождены от уплаты земельного налога.